Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас будет, я надеюсь, завершающий скринкаст по Excel. Программа эта сложная и многогранная, но для работы средней НКО, тех алгоритмов, которые я показал, мне кажется, вполне достаточно. Если нужно еще, пишите в комментариях, что именно нужно. Меня, кстати, просили в комментариях показать, как импортировать данные по криптовалютам прямо с биржи или серверов, например, через API. Но я понял, что это точно не быстро, а нужно очень редко. Так что прошу прощения, не сделаю. А у нас задача куда проще и куда насущнее. Вытянуть сумму и количество записей по определенным параметрам. То, чем мы закончили предыдущее видео. Итак, у нас тут есть такая замечательная штука, называется фильтр. Вот мы оставили только записи по студии Fox и теперь можем суммировать сборы по ней. Напомню, такая была задача. Но это неудобно, поскольку, по легенде, у нас база постоянно обновляется. Кстати, так можно отфильтровать по жанру, а так очистить фильтр или вовсе его удалить. Итак, база обновляется и значений нам нужно много и разных. И всякий раз фильтровать с ума сойдешь. По легенде, во-первых, нам нужно вытянуть информацию, сколько всего было транзакций по каждому виду платежа. То есть, в нашем случае, сколько фильмов сняла каждая студия. Для этого мы используем формулу счет если. Я ей недавно пользовался, а вообще она у нас находится в статистических. Вот, счет если. И тут она просит диапазон, то есть, в каких ячейках мы будем искать значения и критерий, то есть, какое значение мы будем искать. Мы будем искать слово Fox, регистр соблюдать не обязательно. А вот. Он нашел 6 записей Fox. Проверим на всякий случай. Да, 6 записей из 859. Отлично. Сработал. Теперь, например, Disney. Кстати, если поставить тут знак равенства, ну то есть, как будто руками начать вбивать формулу, то вот здесь будет выпадающий список последних использованных формул. Очень удобно. Ну и действуем по аналогии. Диапазон вот этот, а критерий можно не писать, а просто кликнуть по нужному названию в ячейке. Он подтянется. Так, Disney 7 и Independent 19. Отлично. Количество транзакций мы выяснили, теперь попробуем посчитать общую сумму по каждому виду транзакций. На самом деле тут алгоритм похожий, просто формула другая. А именно... Кстати, список формул выводится при клике вот по этому значку. Нам нужна математическая формула SUM-ESLI. По-русски, кстати, звучит это, конечно, ужасно. И тут похожая история. Диапазон, в котором мы ищем критерий, сам критерий, в нашем случае FOX, и диапазон суммирования. То есть, что мы будем суммировать по данному критерию? Мы будем суммировать мировые сборы. Окей, заработало. Проверим. 7, 2, 2, 5, 7. Да, все правильно. Просто там он округлил. Ну а раз работает, опять же, действуем по аналогии с другими студиями. Тоже округлим до двух значений после запятой. И последняя студия, все. Ну и давайте проверим, как это работает в условиях, когда база данных постоянно обновляется. То есть, добавим новую запись. Сейчас я какое-нибудь огромное число напишу, чтобы было сразу ясно, изменилось ли значение. Итак, да, отлично. FOX выбился в лидеры. И сейчас очень быстро о схожей формуле, но с несколькими условиями. Если нам, например, надо выбрать не только общую сумму по сборам компании FOX, а еще и сумму по сборам за определенный год, то нужно использовать формулу SUM-ESLI-MN, что значит много. Тут сначала мы указываем диапазон данных для суммирования, а потом также диапазон условий и условия 1, то есть компания FOX и диапазон условий и условия 2 год. Нас интересует 2008. И получаем общую сумму по компании FOX за 2008 год. А если нам нужно изменить год, то вот здесь нужно прописать просто другую цифру. Сейчас он берет ее из ячейки H7, что эквивалентно просто цифре 2008, то есть он, собственно, эту цифру из ячейки и берет. А если мы напишем здесь 2009, то он выдаст суммарное значение по сборам за 2009 год. Все. И уже совсем последнее и предельно кратко о взаимодействии ячеек на разных листах и даже в разных книгах. У нас в этой таблице, например, гора информации. Чтобы не засорять восприятие или, скажем, чтобы не посвящать кого-то во всю внутреннюю кухню, а дать доступ только к конечным данным, их можно вынести на отдельный лист или даже в отдельную таблицу. Переходим на третий лист. Он добавил в формулу адрес, то есть интересующая нас ячейка или ячейки находятся на третьем листе. А интересует нас вот эта ячейка. Обязательно нажимаем Enter и получаем на четвертый лист значение из ячейки с третьего листа. Подобным образом можно писать формулы, получая данные из разных ячеек разных листов и даже разных книг. Но об этом я точно не успею рассказать. В принципе, во всех случаях нужно действовать по аналогии. Хотя там есть свои особенности, но я говорил, что Excel очень непрост. И четыре урока это крайне мало. Все-таки я скорее постарался накидать направления, которые вам могут пригодиться. А частности уже оставлю на ваше рассмотрение. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.